Здравствуйте! Мы продолжаем цикл лекций по дисциплине электромеханической установки горных и общепромышленных предприятий для студентов специальности электроэнергетика. Лекция номер 4. Изучение конструкции шахтных подъемных машин. Меня зовут Беличенко Аркадий Петрович. Я старший преподаватель кафедры энергетической системы Карагандинского технического университета. План лекций. Пункт 1.1. Шахтные подъемные машины. Пункт 1.2. Тормозные устройства шахтных подъемных машин. 1.3. Управление процессом торможения. 1.4. Привод шахтных подъемных установок. 1.5. Система защит, плакировок и стволовая сигнализация ШПО. На данном слайде показан список литературы для самостоятельной подготовки к дисциплине. Пункт 1.1. Шахтные подъемные машины. Подъемная машина состоит из главного вала, отключающего орган на витке, механизм перестановки и коренные подшипники, тормозного устройства, соединительных муфт, редуктора, электропривода, аппаратуры управления, защиты и блокировок. 1.5. Шахтные подъемные машины устанавливаются на железобетонном фундаменте и крепятся анкерными болтами. На рисунке 1.1. приведена схема двухбарабанной подъемной машины. Один из барабанов жестко соединен с коренным валом. Его называют заклиненный. А второй – переставной. Благодаря специальному механизму перестановки может поворачиваться и жестко соединяться с валом в любом положении. Двубарабанными машинами оснащены в основном скиповые подъемные установки. Большинство критивых подъемных установок оснащено однобарабанными подъемными машинами. Разрезаны барабанами. Рисунок 1.2. Обечайка барабана вблизи одного из реборт имеет поперечный круговой разрез. При этом большая часть барабана жестко соединена с коренным валом. А меньшая, благодаря механизму перестановки, может поворачиваться и жестко соединяться с валом в любом положении. На рисунке 1.2. Показала подъемная машина с одним разрезным барабаном. Под цифрой 1. Показан барабан. 2. Тормоз. 3. Привод тормозной. 4. Подъемные электродвигатели. 5. Машины выполнены в виде сварной конструкции с винтовой нарезной обечайки от канат. Крупные подъемные машины с диаметром барабана 4 метра и более снабжаются одним разрезным, двумя цилиндрическими или разрезным бицилиндроконическим органом на вивке. Один барабан двух барабанных машин и основная большая часть разрезных органов на вивке жестко соединены с валом. Этот барабан, часть органов на вивке, носит название заклиненного. Второй переставной барабан или переставная часть разрезного барабана устанавливается на валу на подшипниках и имеет возможность проворачиваться. Барабаны связаны с валом посредством специального механизма перестановки. Механизм перестановки позволяет отсоединять переставной барабан или переставную часть барабана от вала шахтной подъемной машины и выполнять операции по замене каната, регулировке длинной каната, вращая один барабан или заклиненную часть барабана. Шахтные подъемные установки, сокращенно ШПУ, развиваются по пути увеличения высоты подъема, грузоподъемности и скорости движения сосудов. Достичь высоких параметров удалось путем совершенствования всех узлов ШПУ, в том числе тормозных устройств. Тормозная система является важнейшим звеном в работе подъемной установки, обеспечивающим безопасность ее работы. Пункт 1.2. Тормозные устройства шахтных подъемных машин. Большинство шахтных подъемных машин, эксплуатируемых на годных предприятиях Республики Казахстан, снабжены тормозными устройствами колодочного типа. Привод тормозных устройств малых шахтных подъемных машин, где диаметр барабанов 1,3, 1,6 и 2 метра. Пружинно-гидравлические. Одно- и двубарабанные шахтные подъемные машины с диаметром барабана 2,5, 3 и 3,5 метра. А также многоканатные машины оснащены пружинно-пневматическими тормозами. Тормозная система крупных шахтных подъемных машин НКМЗ состоит из пневмогрузового привода тормоза. Исполнительного органа и панели управления тормозом. Для повышения надежности на каждой машине установлены два исполнительных органа. Каждый со своим приводом. Тормоза работают независимо друг от друга. Исполнительный орган пневмогрузового тормоза Ресунок 1,3 состоит из двух тормозных балок. 1. С пресс-массовыми колодками 2, двух вертикальных стойк 3, установленных на опорах 4, трех треугольных рычагов 5, тяг 6 и 7. Тяга 6 состоит из двух частей соединенных, регулирующей гайкой 8. Тормоз имеет регулирующую стойку 9 и упоры 10 и 11. Усилия тормозного привода передаются через вертикальную тягу 12. Система рычагов 5 и тяг 6 и 7. На тормозные балки 1. Которые прижимают тормозные колодки к ободу, производя торможение подъемной машины. 1. Растормаживание машины происходит за счет неуравновешенности веса элементов рычажной системы и веса элементов привода тормоза, поршня, штанги, дифференциального рычага. 2. Привод тормоза содержит цилиндр рабочего торможения 2, большого диаметра. 3. Цилиндр предохранительного торможения 3, поршень, которого соединен со штоком с тормозным грузом 6. Усилия от поршней цилиндров передаются на вертикальную тягу исполнительного органа тормоза через дифференциальный рычаг 4. На рисунке 4 показан пневматический привод тормоза НКМЗ. 4. Дифференциальный рычаг не позволяет сложить усилия от цилиндра рабочего торможения и цилиндра подохранительного торможения. Всегда оказывает действие большее из них. Пневматическая схема тормоза приведена на рисунке 1.5. Сжатый воздух поступает из воздухосборника в регулятор давления РД и электропневматические воздухораспределительные клапаны К1-К4. Управление клапанами производится с помощью электропневматических вентилей ВВ-32С. Клапаны включаются, когда крыльтелем подается постоянный ток. Давление на выходе регулятора изменяется пропорционально току в обмотке управления регулятора. Ток регулятора меняется при повороте рукоятки тормоза на пульте управления за счет изменения угла поворота ротора сельсина. Таким образом, для того, чтобы затормозить ручным тормозом, необходимо повернуть рукоятку тормозом. При этом появляется ток в обмотке регулятора давления. Регулятор соединяет полость от воздухосборника с полостью цилиндров рабочего торможения. При появлении сжатого воздуха в полости рабочего цилиндра его поршень поднимается и через дифференциальный рычаг тянет вверх вертикальную тягу. Система рычагов исполнительного органа приходит в движение. Колодки соприкасаются с тормозным ободом барабана шахтной подъемной машины и возникает тормозное усилие. Величина этого усилия пропорциональна давлению воздуха в полости рабочего цилиндра, току в обмотке регулятора и положению рукоятки тормоза. На данном слайде показана пневматическая система тормоза НКМЗ. В период нормальной работы машины предохранительный цилиндр находится под давлением сжатого воздуха, чем удерживается в верхнем положении груза. При сарабатывании предохранительного тормоза происходит обесточивание электропониматических воздухораспределительных клапанов К1-К4 и регулятора давления РД. При этом на выходе регулятора появляется постоянное давление порядка 2-2,5 атмосфер. Это 0,5-0,25 мегапаскалей. Величина этого давления устанавливается с помощью специального винта в регуляторе наладчиками во время наладки тормозов. При поступлении воздуха в полость цилиндра рабочего торможения его поршень поднимается. При этом дифференциальный рычаг поворачивается относительно оси цилиндра предохранительного торможения и создается усилие первой ступени. Одновременно начинается выпуск сжатого воздуха из полости цилиндра предохранительного тормоза. Груз начинает опускаться. При этом дифференциальный рычаг начинает поворачиваться относительно оси вертикальной тяги и давить на поршень цилиндра рабочего торможения. Воздух из ее полости начинает стравливаться регулятором давления. Регулятор давления поддерживает установленное давление. Процесс продолжается до полного выхода воздуха из полости цилиндра рабочего торможения и посадки поршня на дно цилиндра. После этого дифференциальный рычаг начинает поворачиваться вокруг оси цилиндра рабочего торможения и тянуть вверх вертикальный рычаг исполнительного органа тормоза. Накладывается вторая ступень торможения. Величина второй ступени рассчитывается наладчиками и устанавливается количеством блинов тормоза. Зарядка машины после наложения предохранительного тормоза происходит в следующей последовательности. Ручным тормозом затормаживают машину. При этом тормозные грузы должны подниматься. Подают сжатый воздух в полости цилиндра предохранительного торможения. Для оценки исправности тормозов необходимо следить за усилием тормозных тяга. Для этого на вертикальных тягах наклеены тензорезисторы. Сопротивление тензорезисторов изменяется компонциональной деформацией тормозных тяг и тормозному усилию. Правильность работы регулятора давления определяется путем измерения давления на его выходе. Запись давления одновременно с деформацией тормозных тяг позволяет оценить работу рычажной системы. Наличие зазоров в шарнирах и другие дефекты. Подъемные машины, поставляемые иностранными фирмами, а также некоторые машины производства НКМЗ, оснащены многомодульными дисковыми тормозами высокого давления, которые включают в себя два или четыре тормозных постамента с тормозными блоками, маслостанцию, плату управления тормозами и микропроцессорную систему управления. На рисунке 1.6 показан постамент с четырьмя тормозными блоками 3 и гидроаппаратурой. Подача и слив масла осуществляется через трубопроводы высокого давления 2, каждый из которых может быть перекрыт ручным вентилем, позволяющим заблокировать выбранный тормозной блок в заторможенном или растаможенном положении для техобслуживания и тестирования. Все вентилы закрыты шарнирной защитной крышкой 7, которая может быть заперта на ключ. Внутренние утечки масла сливаются из тормозных блоков через дренажные трубопроводы 1 в приемный сосуд 6. Для обнаружения утечек предусмотрены прозрачные маслосборники 10. Тормозные блоки оборудованы датчиками контроля воздушного зазора 4, для подключения которых предусмотрена клеммная коробка 8. Также в постаменте установлен механический датчик при деформации тормозного диска 5, предназначенный для обнаружения тепловой деформации, вызванной длительным интенсивным торможением. Принцип действия тормозного модуля рисунок 1.7 заключается в передаче тормозному диску 13 подъемной машины усилие колодки 2 с фрекционной накладкой 3 под действием предварительно сжатого пакета тарельчатых пружин 1. Затормаживание, то есть создание тормозного усилия, осуществляется действием предварительно сжатых пружин при сливе масла из тормозного цилиндра 4, растормаживание подачи масла в тормозной цилиндр под давление. Тормозная колодка с фрекционной накладкой установлена на толкателе 12. На толкателе жестко закреплен с помощью фиксирующей гайки 8, короткоходовой поршень 7, который перемещается в цилиндре 4. При затормаживании масло по каналу 14 выпускается из цилиндра. При затормаживании масло под давлением по тому же каналу поступает в цилиндр, вызывая перемещение поршни и сжатие пакета пружин. Расстояние между фрекционной накладкой и тормозным диском будет пропорционально поданному в цилиндр давления в пределах хода поршни. Уплотнение 11 обеспечивает герметичность камеры, в которую поступает масло. Возможные утечки масла будут поступать по каналу 15 в дренажное отверстие. Вращением установочной гайки 5, связанной с цилиндром, можно устанавливать необходимую величину воздушного зазора. Расстояние между поверхностью тормозного диска и фрекционной накладкой в положении расторможено. Измерение величины воздушного зазора осуществляется датчиком 10. В состав маслостанции входят следующие части. Маслобак, вмещающий 200 литров масла, имеющий указатель уровня 96. И нагреватель 41 с термостапом. Рабочие и резервные насосные установки 6А и 6В, каждый из которых включает аксиально-поршневой насос с регулируемым рабочим объемом. И асинхронный электродвигатель 31А либо 31В. На нагнетательных линиях каждой из насосных установок имеется обратный клапан 67 для автоматического переключения потока масла между насосами. 1 или 2 гидравлических блока управления, представляющих собой моноблоки, на которых смонтированы все клапаны, датчики и другая гидроаппаратура. Аккумулятор давления 12 заполненный сжатым азотом и предназначенный для поддержания давления в тормозной системе во время предохранительного торможения, когда основной насос обесточен. Клеммная коробка для подключения аппаратуры, защиты и контроля. Работа маслостанции заключается в том, что насос по нагнетающей магистрали подает масло к тормозным блокам, а из сливной магистрали тормозов масло поступает в гидравлический блок, который управляет давлением в тормозной системе. Фонд 1.3. Управление процессом торможения. Работа аппаратуры управления маслостанцией в процессе торможения определяется проектом и условиями эксплуатации подъемной установки. Маслостанция обеспечивает высокоэффективный процесс торможения в следующих режимах. 1. Рабочее торможение в подъемных сосудах в конечных положениях в автоматическом режиме. 2. Рабочее торможение в ручном режиме. 3. Предохранительное торможение, регулируемое или с постоянным тормозным моментом. 4. Во время рабочего цикла подъемная машина заторможена рабочим тормозом при стоянке. 5. Давление масла в гидравлическом системе равно нулю. 6. Растормаживаться при пуске. Давление увеличивается до максимальной величины. 6. При подходе подъемных сосудов к конечным положениям обеспечиваются регулируемые подтормаживания и стопорения сосудов, когда давление масла уменьшается. 7. Процесс торможения, осуществляемый снижением давления в гидросистеме, может быть разделен на три этапа. 8. Сначала снижение давления от P максимального до P с андексом A. 9. На этом этапе воздушный зазор между фрикционными накладками и тормозным диском уменьшается до нуля. 10. И фрикционные накладки касаются тормозного диска. 10. Этап 2. Торможение, при котором управляемое давление между P-A и P-B создает тормозной момент, обеспечивающий дотягивание подъемных сосудов до пониженной скорости. 11. На третьем этапе давление масла уменьшается от P-B до нуля, и подъемная машина затормаживается рабочим тормозом. 12. При рабочем торможении в ручном режиме производится периодическое изменение давления в гидросистеме, чтобы обеспечить требуемый тормозной момент. 13. Рабочее торможение в ручном режиме может использоваться в следующих случаях. 14. Для точной остановки подъемных сосудов в конечных положениях. 15. Или при перемещении негабаритного груза в районе нулевой площадки. 15. При аварийном спуске груженного подъемного сосуда. 16. При рабочем торможении в ручном режиме подается напряжение на клапаны 32, 40 и на электродвигатель насоса. 16. Клапан 32 закрыт, масло через каналы 11 и 25 не проходит. 17. Величина топа через катушку управления клапана 37. 17. Задается с помощью потенциометра, связанного с рукояткой команды аппарата рабочего тормоза, установленного на пульте управления. 17. Клапан 37 управляет давлением на клапане 16. В диапазоне между значениями P с индексом 37 максимальная примерно равно 10,5 мегапаскаль. 17. И оно должно быть больше P с индексом A. 17. И предварительно настроенный на клапане 37 давлением P-V. 17. Величина регулируемого тормозного момента находится в пределах от нуля до момента с индексом V. 17. При регулируемом предохранительном торможении отключается электропитание от клапанов 16, 32, 40 и двигателя насоса. 18. Клапаны 11 и 25 совместно выпускают масло до тех пор, пока фрикционные накладки не коснутся тормозного диска. 18. Клапан 11 установлен на запирание при 10 плюс-минус 0,5 мегапаскаль. 19. Клапан 25 продолжает выпускать масло, понижая давление до 9 мегапаскаль. 20. Клапан 25 продолжает выпускать масло, понижая давление до 9 мегапаскаль. 20. Клапанный момент становится приблизительно равен максимальному статическому моменту MST. 20. Клапаны 37 и 132 настроены на давление ПВ, соответствующее требуемой минимальной величины замедления, при предохранительном торможении подъемных сосудов с максимальным опускаемым грузом. 21. Клапан 27 управления системы автоматического регулирования с помощью клапана 37 управляет давлением машины. 21. Клапан 16. Клапан 15 управляет давлением открывания клапана 16, что обеспечивает получение требуемого замедления. 21. При этом величина давления в системе будет находиться в регулируемом диапазоне от P25 до P37. Регулируемый тормозной момент МРТ будет соответствовать текущей величине давления в системе P37. Диаграмма изменения давления и тормозного момента при регулируемом водохранительном торможении показана в рисунке 1.7. Пункт 1.4. Привод шахтных подъемных установок. Привод шахтных подъемных установок осуществляется электродвигателями постоянного или переменного тока. Привод шахтных подъемных установок оснащено асинхронными двигателями с фазным ротором, с металлическим или жидкостным реостатом, что объясняется их небольшой стоимостью, простотой обслуживания и высокой эксплуатационной надежностью асинхронного привода. Максимальная мощность асинхронного двигателя – 1600 кВт. В связи с большой частотой вращения асинхронных двигателей, их подключение осуществляется через редуктор. Возможен одно- или двухдвигательный привод шахтных подъемных машин. Схема асинхронного привода с фазным ротором приведена на рисунке 1.8. Контакторы реверсов B и H осуществляют изменения направления вращения двигателя M. На рисунке 1.8 показывает схема асинхронного привода. Для регулирования частоты вращения двигателя используется регулируемое сопротивление SR, включаемое в цепь ротора и изменяемое при включении роторных контактов U1-U8. Асинхронные приводы шахтных подъемных машин оборудоваются динамическим торможением. Регулируемый источник постоянного тока UDT, которого подключается к статору двигателя через контактор динамического торможения DT при отключенных контакторах V и H. Зависимость частоты вращения двигателя от развиваемого им момента носит название механической характеристики. Механические характеристики асинхронного привода приведены на рисунке 1.9. При вращении органа навивки в направлении вперед асинхронный двигатель может работать в следующих режимах. Двигательный режим, область DV на рисунке 1.9. Направление движения сосудов совпадает с направлением развиваемого двигателя момента. Вращающий момент создается взаимодействием тока ротора с вращающимся магнитным полем. Режим генераторного торможения, ГВ. Двигатель вращается к моментам, создаваемым разностью натяжения подъемных канатов. Тормозной момент, препятствующий разгону системы, создается взаимодействием тока ротора с вращающимся магнитным полем. В этом режиме активная мощность передается в сеть. Следующий режим – торможение противовключения, ГВ. Крайне редко встречающийся режим, когда торможение осуществляется включением двигателя в обратном направлении. То есть магнитное поле статора двигателя и ротор вращаются встречно. Далее, режим динамического торможения, ДТВ. Создается подключением обмоток статора к источнику постоянного тока. Тормозной момент создается взаимодействием тока ротора с неподвижным магнитным полем. Асинхронные двигатели имеют относительно жесткие естественные механические характеристики. С номинальным скольжением равным 0,02 до 0,03. Торможение противовключения применяется в аварийных ситуациях. Механические характеристики синхронного двигателя при подключении роторных сопротивлений приведены на рисунке 1.10. При максимальном значении роторных сопротивлений момент двигателя определяется характеристикой У1. Он обеспечивает плавное приложение нагрузки к валу подъемной машины. На второй ступени, характеристика У2, происходит трогание машины и разгон по линии 1.2. При включении третьей ступени момент двигателя скачком увеличивается по линии 2.3. И происходит разгон подъемной установки по линии 3.4. Дальнейшее введение роторных сопротивлений обеспечивает ступенчатое увеличение скорости поломанной линии 4, 5, 6, 7 до номинальной скорости N номинальная. В практике эксплуатации шахтных подъемных установок максимальная скорость движения сосуда бывает ограничена. В этом случае не все контакторы станции управления включаются. И подъемный двигатель работает на одной из искусственных характеристик. Например, при работе двигателя по характеристике У4 двигатель в номинальном моменте на валу будет вращаться с частотой NУ4. Соответственно, с меньшей скоростью будут происходить движения подъемных сосудов. В этом случае подъемный двигатель имеет мягкую характеристику. И скорость движения будет изменяться при изменении момента сопротивления на валу подъемной машины. Мощные шахтные подъемные установки оснащены приводом постоянного тока. В настоящее время в эксплуатации находятся установки с приводом по системе генератор-двигатель. Силовая схема приведена на рисунке 1.11. И с приводом по системе тиристорный преобразователь двигатель. Это рисунок 1.13. Механические характеристики двигателя постоянного тока определяются зависимостью. Н двигателя равно в числителе U, деленное на S с индексом Е, F. Минус в числителе M умножить на R якоря, деленное на S с индексом Е, SM и на F в квадрате. Где U – это напряжение на якоре двигателя, R с индексом Е – сопротивление якорной цепи двигателя, M – большой момент на валу двигателя, F – магнитный поток двигателя, SE и SM – это конструктивные постоянные двигатели. Графики зависимости частоты вращения двигателя от момента на его валу приведены на рисунке 1.12. На ком характеристика определяется падением напряжения в якорной цепи двигателя. В приводе шахтных подъемных машин по системе ГД управление частотой вращения двигателя D осуществляется при постоянном магнитном потоке двигателя. То есть F-константа. Изменение подводимого к его якорю напряжения генератора, G, путем регулирования его потока возбуждения. Питание обводки возбуждения генератора осуществляется от реверсивного тристерного преобразователя. Реверсивный привод ГД шахтных подъемных машин управляется в четырех квадрантах механических характеристик. Изменению линейной скорости подъема и движущих усилий на органе навивки шахтной подъемной машины соответствуют изменению частоты вращения и момента на валу двигателя на механических характеристиках привода. Разгон системы при подъеме груза до номинальной скорости осуществляется по линиям 0,1,2,3. Точка 1 определяет момент МД, создаваемый подъемным двигателем. Под действием разности моментов двигателя и момента сопротивления МС происходит разгон системы по линии 1,2. Точки 3МД равны МС и дальнейшее движение происходит с постоянной скоростью. Замедление системы в конце подъема может происходить при двигательном линии 3,4,7,8 или генераторном линии 3,4,5,6,7,8 в режиме работы двигателя. В точке 8 осуществляется дотяжка сосудов с постоянной скоростью. При этом МД равно МС. При спуске груза подъемный двигатель работает в генераторном режиме. Второй квадрант в механической характеристике. Изменение момента МД при выполнении заданного закона движения происходит аналогично. При движении сосудов в обратном направлении назад двигатель работает в третьем, двигательный режим ДН, и четвертом, генераторный режим ДН квадранта. Привод по системе ТПД, три стороны Т-привода постоянного тока, в настоящее время реализуется по двум принципиально отличающимся схемам. Первое. С реверсом по якорной цепи двигателя силовая схема приведена на рисунке 1.13А и с реверсом по цепи возбуждения двигателя, рисунок 1.13Б. Схема ТПД с реверсом по якорной цепи двигателя, так же как и привод по системе ГД, обеспечивает управление движением подъемных сосудов путем изменения величины и полярности подводимого напряжения преобразователя. При реверсировании тока возбуждения подъемного двигателя направление тока якори остается неизменным. Механические характеристики привода по системе ТПД рисунок 1.14 аналогичны зависимостям в приводе генератор-двигатель. Исключение составляет зона прививистых токов, ограниченная штриховой линией, в которой характеристики искажены. При работе подъемного двигателя в генераторном режиме, тиристорный преобразователь якорной цепи переходит в инверторный режим, обеспечивая преобразование постоянного тока в переменной и передачу энергии из цепи двигателя в питающую сеть. Пункт 1.5. Система защит, блокировок и стволовая сигнализация шахтной подъемной установки. Безопасная сигнализация шахтных подъемных установок обеспечивается аппаратурой защит и блокировок. Защитные устройства шахтных подъемных машин могут быть разбиты на две группы. 1. Вызывающие немедленное включение тормоза предохранительного ТП. 2. Позволяющие закончить цикл подъема, в течение которого возникла неисправность, и запрещающие последующий пуск машины, защиты срабатывания которых приводят к немедленному включению предохранительного тормоза. 2. Нормально замкнутые контакты, большинство аппаратов защиты включены последовательно в обмотке контакторов 1ТП и 2ТП. 3. Эту цепь контактов называют цепью защиты шахтной подъемной машины, либо сокращенно цепью ТП. Это рисунок 1.15. Разрыв любого из контактов цепи ТП приводит к отключению контакторов 1ТП и 2ТП, включающих предохранительный тормоз. К описыванной группе относятся следующие виды защит. 1. Максимальная защита, отключающая масляный выключатель подъемного электродвигателя. 3. Срабатывание предохранительного тормоза происходит вследствие разрыва контакта 1ВМ и 2ВМ, масляного выключателя цепи защиты. 4. Минимальная защита от снижения напряжения высоковольтной сети ниже допустимого предела. 5. Она осуществляется специальным реле, установленным на подстанции и отключающим масляный выключатель. 3. Нулевая защита, позволяющая включение машины только из исходного нулевого положения. 4. Дифференциальная защита от перегрузки одного из двигателей при двухдвигательном приводе. 5. Защита от включения машины при ремонтах. 6. Она обеспечивается включением в цепре ли-эра аварийными выключателями, расположенными на отметке разгрузки скипов, нулевой площадки и в камере загрузочных устройств. 6. Защита от чрезмерного износа тормозных колодок. 7. Защита от ослабления и накуска подъемных канатов ствол. 8. Защита от снижения давления в цилиндрах предохранительного торможения. 9. Защита от переподъема. 10. Защита от превышения скорости. 10. Защита от неисправности работы тормоза и цепей управления. 11. Защита от случайного расцепления механизма перестановки. 12. Защита от обратного хода. 12. Защита, запрещающая последний пуск машины. 13. Ко второй группе относятся следующие виды защиты. 14. От перегрева подшипников в обмотках двигателя. 15. От прекращения подачи смазки в подшипнике. 16. От снижения сопротивления изоляции в цепях стволовой сигнализации. 16. От снижения сопротивления изоляции в цепях управления машины. 16. Между многими элементами шахтной подъемной машины имеются блокировки, 16. Исключающие возможность неправильного взаимодействия в процессе работы. 17. Основными из них являются следующие блокировки. 17. Исключающие выключение высоковольтных разъединителей при включенных масляных выключателях. 18. Препятствующие открыванию дверей высоковольтных ячеек при выключенных масляных выключателях. 19. И отключающие высокое напряжение при открытии дверей. 20. Электрическое и механическое между контактами реверса. 21. Дуговая, обеспечивающая выдержку времени между отключениями контактора реверса одного направления и включения контактора другого направления. 21. Препятствующие отключению двигателя при закороченном роторном реостате. 22. Не допускающие включения приводного двигателя при наложенном предохранительном тормозе. 23. Обеспечивающие последовательное включение контактора ускорения. 24. И не допускающие одновременного включения обоих контакторов выбора направления движения. 25. В системе стволовой сигнализации связи управления относят комплекс аппаратов, органов управления защит и стволового оборудования, предназначенных для передачи сигналов и данных между стволом шахты и помещением управления шахтной подъемной установки. 25. На данном слайде показаны контрольные вопросы для самостоятельного изучения. 26. Спасибо за внимание. Лекция окончена. отрезаю. 22. 23. 22. 24.